МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Женщины всегда, во все времена, хотели чувствовать себя самостоятельными и независимыми и готовы бороться за это право. И только чувствуя себя красивой, нужной, любимой и здоровой, женщина может быть по-настоящему независимой. Но темп современной жизни вносит свои коррективы, и люди сталкиваются с проблемой хронической усталости. Давайте сегодня разберем эту проблему и постараемся ее избежать. При современном ритме жизни избежать стресса и эмоционального переутомления очень сложно. Еще хуже, если усталость накапливается, а затем начинает наступать не только в конце рабочего дня или недели, а практически постоянно. Это значит, что пора, наконец, услышать сигналы о помощи, которые посылает организм. Синдром хронической усталости – это болезнь цивилизованных стран. В группе риска находятся жители мегаполисов, особенно люди, чья работа связана с повышенной ответственностью. К ним относятся учителя, врачи, пожарные, предприниматели, люди, занимающие высокие должности. Однако синдром хронической усталости может появиться и у людей других профессий. Никто не застрахован от этой неприятной болезни. Плохая санитарно-экологическая обстановка, хронические заболевания, вирусные инфекции и несбалансированная эмоционально-интеллектуальная нагрузка – все это повышает шансы заработать синдром хронической усталости даже в молодом возрасте. Приведу пример. Если вы после сильного утомления отдохнули, хорошо поели, у вас был полноценный сон, но вы продолжаете чувствовать себя вяло, и это мешает вам выполнять привычные дела, это, скорее всего, начало патологического состояния. Теперь давайте поговорим о симптомах, которые возникают при синдроме хронической усталости. Первое – это бессонница. Несмотря на чувство усталости, человек не может заснуть, или же сон является поверхностным, часто прерывается. Чувства тревоги, беспокойства и страха усиливаются по ночам. Второе – это головные боли. Постоянные головные боли и чувство пульсации у висков являются первыми признаками перенапряжения нервной системы. Третье – нарушение умственной деятельности. Хроническая усталость значительно снижает работоспособность организма, концентрацию внимания, способность к размышлению и запоминанию, а также нарушает творческую деятельность. Четвертое – это недостаток энергии. Постоянные чувства усталости, слабости, апатии, утомления после выполнения несложных заданий являются верными спутниками данного заболевания. Пятое – психологические расстройства. Пациент с синдромом хронической усталости чаще подвержены депрессиям, плохому настроению, беспокойству и беспричинному страху, мрачным мыслям, а не раздражительны и вспыльчивы. Шестое – нарушение двигательной активности. Хроническая усталость может вызывать постоянные боли во всем теле, особенно в мышцах и суставах, тремор рук, мышечную слабость. Седьмое – снижение иммунитета. Люди с этим синдромом чаще страдают простудами, хроническими заболеваниями, рецидивами ранее перенесенных болезней. Но почему же все это возникает? Точные причины, приводящие к синдрому хронической усталости, до сих пор не установлены. Однако существуют определенные факторы риска, способность провоцировать возникновение этого заболевания. Первое – это хроническое заболевание. Затянувшиеся болезни или частые рецидивы нарушают слаженную работу иммунной системы и организма в целом, приводя к перегрузке нервной системы, истощению жизненных сил организма и возникновению чувства хронической усталости. Психологические расстройства, частые депрессии, постоянные стрессы, мрачные мысли и чувства тревоги и страха являются главными вредителями для деятельности нервной системы, приводящими к постоянной усталости и переутомлению. Неправильный образ жизни К синдрому хронической усталости могут привести постоянные недосыпания, нерациональный распорядок дня, длительное умственное и физическое перенапряжение, недостаток солнечного света, свежего воздуха или движения. Нарушение питания Недостаток или избыток пищи, некачественные продукты, отсутствие пищи в витаминов, макро- и микроэлементов Нарушают метаболизм организма, приводя к недостатку энергии и возникновению стойкого чувства усталости. Факторы окружающей среды Неблагоприятная экологическая обстановка заставляет организм работать на износ, защищаясь от воздействия вредных факторов, поэтому люди, живущие в загрязненных, шумных городах, чаще страдают от синдрома хронической усталости. Инфекции и вирусы Существует теория, согласно которой одной из основных причин возникновения хронической усталости являются попадания в организм вируса герпеса, цитомигаловирусов, ретровирусов, энтеровирусов и других. Синдром хронической усталости можно и нужно лечить, однако не стоит заниматься самолечением. Правильно определить диагноз может только врач, который исключит или выявит сопутствующую патологию и назначит лечение. Но в любом случае, если вы заметили у себя тревожные симптомы, следует обратить внимание на свой образ жизни. Первое – это отдых. Обязательно отдыхайте в течение пары недель хотя бы два раза в год. По вечерам уделяйте себе пару часов, а в выходные проводите время в кругу родных или друзей. Второе – это физическая активность. Правильные и регулярные физические нагрузки помогают укрепить организм, улучшить настроение и справиться с переутомлением. Подойдет плавание, фитнес, йога, аэробика, бег, танцы, велосипед и даже обычная зарядка по утрам. Третье – здоровый сон. Старайтесь спать не меньше 6-8 часов. При этом очень важно спать именно в темное время суток. Ночью во сне вырабатывается мелатонин. Его недостаток может стать причиной стресса. Четвертое – это оздоровительные процедуры и нормализация психоэмоционального фона. Для улучшения общего состояния организма при переутомлении и синдроме хронической усталости стоит сделать курс массажа и других оздоровительных и расслабляющих процедур. Помните, что лучшее лечение – это профилактика. Поэтому уделите время себе сегодня. Забудьте на мгновение о всех рутинных проблемах и насладитесь этим мгновением. А уже завтра пойдем вместе покорять мир и стремиться к новым вершинам. Давайте сделаем так, чтобы каждый день приносил нам как можно больше положительных эмоций и счастья. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова